Как там пел совковый киношный классик, летят утки и два гусяя. А в нашем случае, два неизвестных дрона-камикадзе, которые министерство возглавляемое одним тувинским оленеводом благополучно направило в так называемое Москва-Сити в одноименном городе. Как сообщают тамошние СМИ, хлопки произошли в 4.15 утра. В результате взрыва был поврежден 10-й этаж башни небоскреба IQ-квартал, где расположен офис Министерства цифрового развития связей и массовых коммуникаций РФ. В этой же башне находится, согласно открытым данным, офис и не менее двух министерств экономического развития, а также промышленности и торговли. В результате, зляк и удивление у местных жителей были, как у нас говорят, до детской неожиданности. Типа, а как так-то? Нас-то за что? Ну а самое интересное во всей этой ситуации это то, что дроны эти летели не туда. Как заявили в ихнем министерстве нападения, дроны были подавлены не имеющим аналогов в мире и рэп, после чего и перенаправились в офисные здания в центре Москвы. И да, так бывает, когда ты радуешься, что твоя страна нападает на соседнюю и разносит ракетами и дронами здания и кварталы со спящими людьми. Как результат такого аморального поведения позже случается такой вот бодобум или ответка от вселенной, потому что эффект бумеранга в круговороте закономерностей еще никто не отменял. Поэтому друзья, подписываемся на этот и на наш новый второй резервный канал по первой ссылке, подведя на который мы хотим через пару месяцев. Если этот канал не восстановится, перенести наше творчество. Бошось этот канал загнулся в плане просмотров и подписчиков скорее всего из-за бага алгоритмов. Ставим и там и там пальцы вверх и колокольчики. И будет вам, как мы любим говорить, огромный зачетища и плюсок в камеру.